Салам Астер Мехурмит Туат Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники Завтра митинг Завтра, 25 сентября, 19 часов дня Ну, как обычно, перед митингами появляются возгласы, что мы не знаем, где будет митинг Мы не знаем вообще, что будет митинг Ну, на самом деле, в этот раз мы дали очень много информации Много людей выступало, и вы прекрасно знаете, что эта власть хорошо знает, что именно завтра будет митинг Эта власть дрожит от страха, потому что эта власть видит, как в Беларуси сотни тысяч людей выходят на улицу При этом население Беларуси в два раза меньше, чем в Казахстане Они все это прогнозируют и понимают, что события для власти сейчас опасны И поэтому эта власть превентивно предпринимает защитные меры Комитетчики выбрасываются в регионы, оказывают давление на активистов Принуждают, чтобы они подписали какие-то бумажки Что берут на себя обязательства не появиться на митинге и так далее Это абсолютно незаконные действия И вы все это прекрасно знаете Вы прекрасно знаете, что эта власть, эта мафиозная власть незаконно находится у власти И именно поэтому, имея в руках определенные рычаги Эта власть запугивает граждан, чтобы наши граждане не потребовали свое Давайте мы поймем, почему же все-таки многие люди не осознают, что происходит И вообще они должны сделать свой выбор Но представьте себе, что только по официальным данным Вот совсем недавно было объявлено, что несколько миллионов человек Свыше трех миллионов человек потеряли работу на период карантина Ну понятно, что они, если вернулись, то только часть Вернули себе свою работу Я разговариваю в регионах с многими активистами Они говорят, каждый второй, второй безработный Каждый второй А если кто-то и получает деньги, то это на уровне 100-150 тысяч тенге А кто-то и до 100 тысяч тенге получает заработную плату То есть они очень низкие Ну, с учетом того, что у нас 95% населения не выезжало за пределы не только Казахстана Но и за пределы своего района, своего города Конечно же, даже с учетом того, что есть интернет Многие не осознают, в какой глубокой яме мы находимся Насколько наша страна отсталая Насколько наши люди бедные Хотя все время Назарбаев рапортует, что у нас резервов много Что страна успешно развивается Рассказывает о каких-то программах и так далее Но все прекрасно знаете, что вы из месяца в месяц с трудом перебиваетесь Не можете себе приобрести жилье Ставки на ипотеки высокие В общем, одним словом, у вас масса проблем Ну и тогда миллион из вас задает выбор Вопрос себе, а что же делать? Как изменить свою жизнь? Многие из вас ругают себя, своих родителей Ну, как-то ругают власть Но не видят выхода А что же делать? Давайте мы поймем На самом деле, что выход есть Нужно просто сделать один единственный шаг Вы посмотрите, что сделали белорусы Они просто взяли и вышли Ведь не вышли еще на улице несколько миллионов Вышло всего лишь несколько сот тысяч Вы посмотрите, что происходит Ни одна страна мира, цивилизованная Не приняла Лукашенко Они все его объявили нелегитимным Со всеми вытекающими последствиями Безусловно, будут санкции Безусловно, с Лукашенко никто не захочет поддерживать Никакие отношения Это безусловно отразится на экономической ситуации в стране Это приведет к ухудшению жизни Уровня людей И опять новый социальный взрыв Очевидно, что Лукашенко не удержит власть Это очевидно Так вот, давайте мы поймем Кто же виноват И вообще, как это можно изменить Изменить очень просто Нужно просто выйти на митинг Создать численный перевес В 20-30 раз Относительно полиции Полицейские, как я говорил Такие крупные города, как Алматы и Астана Всего по три тысячи В Шемкенте их тысяча То есть получается, что Достаточно, если мы говорим о Двадцатикратном перевесе 50-60 тысяч достаточно В Алматы и в Астане И все Все очень просто Не нужно вооружаться Не нужно ничего ломать Просто выйти десятками тысяч на улицу И тогда ваша жизнь изменится Я сейчас хочу По этому поводу Как раз и коротко озвучить Что мы предлагаем И я очень коротко скажу Что это реализуемо немедленно Не просто Через там Десять лет Двадцать лет А через два месяца После того, как Будет избрано Законное правительство На честных и открытых выборах Ну давайте мы Вернемся к программам Демократического выбора Казахстана Я хочу сказать следующее Еще ни один Повторяю Ни один оппонент На уровне правительства Казахстана Или администрации президента Неважно Лучшие светила Так называемого Этого мафиозного режима Никто не смог выйти И оппонировать Сказать следующее Что все программы Демократического выбора Казахстана Якобы Они нереализуемые И якобы Все это популизм Никто Почему? Потому что они действительно Простые Понятные Они Настолько аргументированы Что их невозможно Опровергнуть Потому что В качестве ориентира Мы взяли Европейские страны Такие как Латвия Литва И Эстония Которые вместе с нами В 91 году Буквально на несколько месяцев Раньше нас Объявили о своей независимости И эти страны Уровень жизни Их вообще Минимум В 2,5 раза выше Чем в Казахстане И я не говорю Даже просто О механическом уровне жизни У них Качество жизни Другое Они свободно Перемещаются По всей Европе Им не нужны визы У них система безопасности Ну по сравнению С Казахстаном Не в 2-3 раза А просто Невозможно Даже сравнить Насколько она выше Понимаете? То есть Мы сейчас говорим Чисто о деньгах О возможности Что-то купить Приобрести Но помимо этого Есть же Такие вещи Как безопасность Экология Свобода Ну и возможность Перемещаться По всему миру И вот Эти 3 страны Латвия Литва Эстония Взяты нами В качестве ориентира В них валютная единица И евро Поэтому я В качестве Денежной единицы Для сравнения Брал евро Потому что Вы знаете Тенге все время Обесценивается Обесценивается Писать наши программы Говорит Что вот Такой-то отрасли Будет получать 100 тысяч тенге А потом Через 2 месяца Писать 110 120 тысяч тенге Это никакого смысла Не имеет А раз мы взяли ориентир На эти европейские страны Поэтому я Взял цифры В евро Ну просто Нужно умножать их По текущему курсу Который сейчас сложился Сейчас где-то Тенге к евро За 1 евро Порядка 500 тенге дают Вот собственно Поэтому вы услышите Наши программы Именно в евро Но я буду регулярно Озвучивать их еще По курсу в тенге Итак Смотрите В нашей стране 2,2 миллиона Пенсионеров Вдумайтесь 2,2 миллиона Сейчас наши пенсионеры Получают Ну уничтожную Заработу Не зарплату А пенсию У многих Накопительная Так называемая Пенсия И Получает на уровне 60-100 тысяч Тенге Вот в этом промежутке Насколько я помню Во всяком случае Год назад Средняя пенсия У нас в стране Была 65 тысяч Тенге Ну сейчас Наверное Чуть больше Итак Давайте посмотрим Что О чем говорит Программа Демократического Выбора Казахстана То что Будет реализовано Немедленно Мы заявляем Что Правительство ДВК В случае победы На выборах Будет работать 4 года А затем Новые выборы И там неизвестно Кто победит Итак Поэтому Программа Демократического Выбора Казахстана Написана Сроком На 4 года Сколько Будут получать Пенсионеры У нас цифра Существует Что В течение 4 лет Буквально С первого Года Начиная Будет установлен Так называемые Минимальные Гарантированные Пенсии Люди Достигшие Пенсионного Возраста Будут получать Со стороны Государства Дополнительную Пенсию Дополнительная Пенсия В зависимости От первого Года Второго И так далее Будет Порядка 400 евро Это по Нынешнему Курсу 200 тысяч Тенге И так Если ваша Пенсия Составляет Накопительно До данный Момент 100 тысяч Тенге То вы Как пенсионер При правительстве Демократического Выбора Казахстана Будете Получать Дополнительную Пенсию До 200 тысяч Тенге Когда Суммарно Ваша Пенсия Будет Составлять 300 тысяч Тенге Вдумайтесь У вас Сейчас Пенсия Возможно Около 100 тысяч Тенге А вы Будете Получать Дополнительную Пенсию Со стороны Государства 2,2 миллиона Пенсионеров Получат Дополнительную Пенсию Со стороны Государства Гарантированно Порядка 200 тысяч Тенге Ежемесячно Далее В нашей Стране Около 700 тысяч Инвалидов При этом Мы все Прекрасно Знаем Что Многие Наши Граждане Не могут Получить Инвалидность По разным Причинам Власть Не заинтересована Чтобы люди Получали Такой Статус Получали Пособия Со стороны Государства И вы Прекрасно Знаете Что наши Инвалиды Бедствуют Порядка 40 50 60 Тысяч Тенге В зависимости От Какой Уровень Инвалидности Наши Граждане Вот Такие Пособия Получает От Государства Мы Установили Что Пенсионеры Точнее Извините Инвалиды Будут Получать Со стороны Государства Доплату Приблизительно Такую Же Как И Пенсионеры Порядка До 400 Долларов То Наши Инвалиды Не будут Получать Менее 200 Тысяч Тенге И Такое Количество Официально Известно Около 700 Тысяч Человек Теперь Мы Давайте Поговорим Об образовании Вы Знаете Прекрасно Что Высшее Среднеспециальное Образование У нас Повсеместно Платное Только Небольшой Процент Людей Имеют Гранты Со стороны Государства Ну и Собственно Эти гранты Не сильно И помогают Помимо Того Что Государство Частично Некоторым Из них Часть Из них Оплачивает Учебу Но Там Нужно Решить Вопросы С Обширитием С Постоянным Проживанием Потому Что Учащихся В высших Среднеспециальных Заведениях На уровне Около 20-25 тысяч Тенге Здесь Получается Что У нас В нашей стране Таких Студентов Около Одного Миллиона Человек И вот Родители Не имеют Возможности Во-первых Чтобы Студенты Учились Бесплатно Я могу Сказать Что В европейских Странах Практически Во всех Высшее Среднеспециальное Образование Бесплатное И поэтому Когда кто-то Рассказывает О неких Завоеваниях Или что Якобы Бесплатным Бывает только Сыр Мишеловки Они заблуждаются Им надо изучить Что происходит В Европе И мы ориентируемся На эти страны Итак Высшее Среднеспециальное Образование Будет бесплатным Государственных Учреждениях Ну кто хочет То пожалуйста Они могут Пойти В платный Что еще Государство Гарантирует Гарантирует Государство Для студентов Возможность Проживать Снимать Жилье Проживать В общеритиях Если не хватает Обширитий То Государство Будет Выплачивать Каждому Студенту Ежемесячно По 100 Долларов Сейчас Ну На компенсацию Стоимости Жилья И тогда Соответственно Несколько Студентов Могут Объедниться Снять Вполне Достойно Жилье И Не стоять В очереди На обширите Не перебиваться У родственников Но представьте Себе Что государство Говорит Что Таких Остро Нуждающихся Студентов Всего Лишь 20 тысяч Человек Ну Это неправда Если у нас Миллион Студентов 20 тысяч Не может Быть Мы В этом Случае Даже Если Считаем Что Нуждающихся Не 20 тысяч А 100 тысяч Ну Если Мы Выплачиваем Всего Лишь По 100 Долларов Ну И В год Для Бюджета Страны 100 Миллион Долларов То есть Мы Выдаем Возможность Студентам Не просто Бесплатно Учиться Но И Компенсируем Возможность Проживания За счет Средств Со Страны Государства И На это Уйдет Всего Лишь 100 120 Миллион Долларов В масштабах Страны Это Ничтожные Деньги Когда Вы Примеряете Карман Одного Человека Это Кажется Огромной Суммой А Если Знать Что Каждый Год Назарбаев Его Ближайшее Окружение А В первую Часть Сам Назарбаев Крадут Из Бюджета Минимум 30 Миллиардов Долларов 100 Миллион Долларов Которые Дают Возможность Нашим Студентам Снимать В аренду Жилье И Не нужно Мучиться Жить Где попало Это Обеспечит Государство Соответственно Мы Озвучивали Еще Два Года Назад Что Студенты Будут Получать Стипендию Не менее 50 Тенге Это В два Раза Больше Чем Сейчас Ну И Здесь Конечно Нужно Говорить О Родителях Это Мы Отдельно Чуть Позже Скажем И Вот Представьте Себе Образование Высшие Среднеспециальные Хотят Получить Все Родители И Дети То Есть Эта Программа Затрагивает Всех Стоит Вопрос Друзья Вы Хотите Чтобы В нашей Стране Государственное Образование Было Бесплатным Частное Безусловно Тоже Но Мы Даже Если Кто-то Будет Учиться В частных Учебных Заведениях Государств И В этом Случае Будет Выплачивать Студентам Стипендии Даже Если Они Будут Учиться В частных Учебных Заведениях Плюс Давать Денежные Компенсации Чтобы Студенты Могли Снять Жилье Даже Если Ты Обучаешься В частных Вузах И Такая Практика В мире Очень Сильно Развитая Особенно В Европе Итак Теперь Давайте Мы Поговорим По Медицине Сейчас Медицина У нас В стране Стала Страховая Если Вы Ежемесячно Не Сделать Хотя Б Один Месяц Не Сделать Единый Совокупный Платеж Вы Теряете Возможность Получить Медицинскую Помощь Она Еще И Плохая Я В свою Очередь Уже Озвучил Много Раз Что В условии Когда Нашей Стране Несколько Миллионов Безработных Которых Власть Считает Что Они Якобы Самозанятые Рисуют Себе Статистику А Есть Более Чем Девяти Миллионов Безработных Общее Количество Работающих Больше Девяти Миллионов Мы Уверенно Можем Сказать Что Более Тридцати Процентов Наших Граждан Не Имеют Работу Так Вот Представьте Себе Что Кто-то Из Вас Не Может Произвести Ежемесячный Совокупный Платеж ЕСП Так Называем Единый Совокупный Платеж Тогда Вы Теряете Возможность Получить Медицинскую Помощь И Неважно Женщина Беременная Или У нее Какие-то Другие Проблемы Или Просто Нет Работы Не Волнует Вы Просто Не Получите Медицинскую Помощь И Это Все Делает Режим Насултан Назарбаева В этих Условиях Вводить Страховую Медицину Я считаю Просто Преступление Перед Нашим Народом И У Государства Достаточно Ресурсов И Все Эти Расчеты Я Провел Много Раз Опубликовывал И Показывал Что Мы В Состоянии Обеспечить Государственные Медицинские Услуги Бесплатно И Более Того На Более Многократно Высоком Уровне Относительно Того Что Происходит В Медицине Сейчас У Государства Достаточно Средств Чтобы Инвестировать Построить Хорошие Больницы Купить Необходимое Оборудование Достаточно Средств Чтобы Наши Граждане Получили Медицинское Обслуживание Государственное Бесплатное Когда Наш Уровень Развития Достигнет Например Развитие Приблизительно Ну я не знаю Ведущих Европейских Стран Или Средних Даже Типа Польша И Чехия Тогда Есть Смысл Задуматься Введением Медицинского Страхования Но Только Тогда Когда У нас Безработица Будет Ну не более Десяти процентов Сейчас По факту У нас Безработных Половина Населения Страны А если Ити К ситуации Которая Была До Развития Коронавируса То там Минимум Тридц Процентов Было Безработных В этих Условиях Вводить Медицинское Страхование Это Является Большим Преступлением Против Своего Народа Поэтому Мы Программах ДВК Озвучили Что Медицинские Услуги Государственные Тоже будут Бесплатными И это Абсолютно Реально Теперь Смотрите Давайте Мы Затронем Следующий Аспект Как Выплата Пособий За Каждого Ребенка Вы Прекрасно Знаете Что Государство Выплачивает Пособия До Года Включительно И все А дальше Уже Небольшие Суммы Многодетные Они Смотрят Разбивают На Разные Категории Так Вот Соответствие С Программами Демократической Выборы Казахстана Начиная С Первого Года До Четвертого Года Включительно Работы Правительства ДВК Пособия На Каждого Ребенка Будет Составлять Не Менее 80 Евро Или 40 Тысяч Тенге При Этом Эти Пособия Будет Выплачиваться Детям До 7 Лет Включительно Конечно Многие Из вас Скажут Мухтар Аблязов Здесь Рассказывает Какие-то Нереальные Вещи Это Только Потому Что Вы За Детей До 18 Лет Включительно Вдумайтесь До 18 Лет Включительно А у Нас Всего Лишь До Года И В связи С тем Что Мы Будем Поэтапно Это Разворачивать Это Все Зависит От Того Как Будут Формироваться Доходы Бюджета Страны Мы Это Сразу Гарантируем Что Матери Не Имеющие Вот Не Имеет Значение Сколько Они Детей Имеет Постоянно Будут Получать Пособие На Детей До 7 Лет Включительно Сумма До 40 Тысяч Тенге На Каждого Ребенка Обратите Внимание Разве Это Правительство Такое Вам Гарантирует Нет Тогда Как Родители Каждый Гражданин Страны Может Терпеть Этот Режим Зная Что Вот Альтернатива Она Реальность Все Будет По Другому Теперь Давайте Дальше Пойдем 7,5 Миллиона Человек Наших Граждан Имеют Разные Кредиты Потребительские Ипотечные Займы И так Далее Демократический Выбор Казахстана Четко Восновал Что Как Только Правительство ДВК Будет У Власти Мы Немедленно Спишем Кредиты Потребительские Ипотечные Займы На Жилье До Стоимость До Стоимости 30 Миллионов Тенге И Это Цена Вопроса Порядка 10-12 Миллиардов Долларов Но В стране Лежат Деньги 90 Миллиардов Долларов В резервах Каждый Год Пропадают 30 Миллиардов Долларов То есть Нам Достаточно Все эти Вопросы Решить Одним Ударом Потому Что В них Повинна Именно Верхушка Политическая Во главе С Султаном Назарбаевым Который Присвоил Гигантские Средства Порядка 200 Миллиардов Долларов Только Он Один Поэтому Когда Говорят Что У Какой-то Части Населения Нет Кредитов Это Около 20 Процентов У 80 Процентов Населения Есть Кредиты И То Что Эти Деньги Взяты Для Того Чтобы Как-то Выжить Перебиться Это Первой Виновата Это Правительство Назарбаева Поэтому Мы Сразу Немедленно Это Снимем Этот Вопрос Дальше Этот Режим Защищает Полиция Военные Силовики Так Называем Мы Озвучили Программы Когда Рядовой Сотрудник Независимо Полицейский Или Военный Или Какой-то Комитетчик Ну КМБ Мы Вообще Трансформируем Но Тем Не Менее Рядовой Получает От 1000 Долларов Лейтенант 2000 Долларов Старший Офицер Состав От 3 до 5 Долларов Плюс Бесплатное Жилье Плюс Разный Социальный Пакет И Почему Военные Полиции Защищают Но Султан Назарбаева Я думаю Что Они По инерции Воспринимают И не верят Что это Возможно Ну Как Это Вот Сегодня Он получает 100 тысяч Тенге 150 тысяч Тенге Как Это Он будет Получать Рядовой 400 450 тысяч Тенге Жилье Будет Он Не может Поверить Как Это Возможно Как Это Лейтенант Может Получить Вместо Сегодняшних 150 тысяч Тенге 850 тысяч Тенге Лейтенант Не может Поверить Что это Возможно А я Вам Скажу Что То Что Я Озвучиваю Меньше Значительно Минимум На 30-40 Процентов Меньше Чем В странах Балтики В Литве Латвии Эстонии В этих Странах Нет Ни Нефти Ни Газа Ни Урана Ни Золота Ничего Ничего Того Что Есть Цифры Которые Я Называю Они Ниже Чем В этих Среднеразвитых Европейских Странах Или Даже Чуть Ниже Чем Европейские Страны Вот Это Абсолютная Реальность И Вот Если Военные Полиции Получают Будут Такие Заработные Платы Почему Им Нужно Защищать Этот Режим Который Набивает Собственные Карманы Давайте Мы Пойдем Дальше Мы Знаем Что Только Миллион Человек Мы Знаем Что Миллионы Наши Граждан Не Имеют Жилье А Четыре Миллиона Человек Которые Имеют Это Жилье На Сам Деле Негодное Для Жизни По Стандартам ООН Негодное Норматив Минимум 20 Квадратных Метров На Человек Во Первых Жилье Должно Быть Обеспечено Различной Инфраструктурой Должна Быть Вода Все Удобства Туалет Ну И так Далее Но Мы Знаем Что В нашей Стране Больше Двух Миллионов Человек Просто Не Имеют Питьевую Воду Они Откуда Возят Приносят И так Далее Я Уж Не Говорю О Том Что Некачественное Мы Знаем Что У Многих Туалет Просто На Улице Мы Знаем Что У Многих Жилье Настолько Ветхое Старое И Какой-то Процент Обеспечен Этим Жильем Поэтому У нас Ситуация Аховая Очень Плохая С точки Зрения Обеспечения Жилья И Вы Знаете Что Есть Жилищная Программа Демократического Выбора Казахстана И Мы Только Финансируя Государственным Средством Эту Программу Минимум 250 Тысяч Человек Планируем Обеспечить Жильем По Сниженным Ценам Максимум 500 Долларов Квадратный Метр Это Только Таких Крупных Города Как Алмата Астана В регионах Еще Дешевле Это Абсолютно Все Реальность Строители Знают При Масштабном Таком Строительстве Себестоимость Очень Низкая Тем Более Земля Она Будет Передаваться Государством Бесплатно Все Коммуникации Инженерные Тоже Будет Обеспечиваться Государством Поэтому Вы Понимаете Что Построить Такое Жилье Любой Строитель Вам Скажет Что Цифры Которые Я Озвучиваю Абсолютно Реальны И Вот Мы Только За 4 Года Обеспечим Жильем Один Миллион Человек Вы Представляете Это Минимальная Программа Это Не считая Того Что Будет Бурно Развитие Экономики И Многие Из вас Наверное Спросят Почему Будет Бурно Развитие Экономики Я Сейчас Повторюсь Расскажу Почему И Как Это Отразится На Всех Меня Многие Упрекают Говорят Что Вы Рассказываете О Повышении Заработных Плат Бюджетных Работников А Почему Должна Подняться Заработная Плата Например У Тех Кто Работает В Частном Сектор Я Сейчас Коротко Объясню Итак Мы Говорим Что Жильем Наши Люди Будут Активно Обеспечиваться Ну И Важный Аспект Вы знаете Что Существует Норма Закона По моему Статья 50 Который Предполагает Жителям Города Обязательно Обеспечить Каждого Минимум Десятью Сотками Земли А Жителей Сельской Местности Двадцатью Сотками Ну Действительно У нас Девятая По размерам В мире Размер Территории Гигантская Суша А люди Только По официальным Данам Около Двух Миллионов Стоят В очереди Чтобы Получить В эту очередь Попробуй Попади Реальность Такова Что Назарбаев Объявил Мораторий На эти Земли Земли Не передаются И вы знаете Что есть Программа Демократического Выбора Казахстана Которая Обеспечит Выполнение Этого Закона Обеспечит Землей И не просто Землей Которые будут Подведены Коммуникации И жилье Будет строиться Не просто Кто Во что Гораз По определенному Стандарту По которому Будет архитурное Решение Качественное Где будет Инфраструктура Построены Школы Больницы В этих Районах Проживания А не Какие-то Типа Дачи Где нет Никаких Условий И тоже Эти деньги Будут Выделены Уважаемые Друзья Вот Под все Это То что Я озвучивал Я приводил Расчеты И показывал Поверьте Мне Что Если найдется Хотя бы Один Человек На высоком Уровне Из правительства Нашелся Бы Который Опроверг Все наши Эти цифры Я бы Пожалуй Ему Рук Сказал Да Я не прав Но Я три года Озвучиваю Эти программы За три года Не появился Ни один Оппонент Потому что Это невозможно Опровергнуть Потому что Я беру Минимальные цифры Это Абсолютная Реальность Итак Земля У наших Граждан Будет И Это позволит Им Строить Жилье Под низкие Ставки Мы Обеспечим Ипотечные Займы Под условные Проценты Под условные Буквально Несколько Процентов Долгосрочный На 20-30 лет Многие из вас Конечно скажут У меня нет работы Я даже Этот процент Не смогу Обслужить Мне нужно Беспроцентное Суда Друзья Это на самом деле Вы смотрите Из текущей Обстановки Когда у нас В стране Несколько миллионов Безработных Но когда Начнется Массированное Строительство Это Десятки Сотни Тысяч Рабочих Мест Когда Целые Сегменты Экономики Начнут Получать Заработную Плату В несколько Раз Больше Эти деньги Хлынут В экономику И Они Перераспределятся В самые Разные Сферы Ну например Я озвучивал Что Учителя Будут Получать Зарплату Около Тысячи Долларов Сейчас Они получают Около 150 тысяч Тенге Ну 300 Долларов Ну 400 Долларов А их Зарплата Увеличится В 2-3 раза У врачей Зарплата Тоже Порядка Около 100-150 Тенге Еще Нужно Доработать Еще Дополнительное Время И Заработная Плата Врачей Будет Свыше Тысячи Долларов Это Еще Рядовые А если С квалификацией Будет Доходить До Полутора До Двух Тысяч Долларов А В нашей Стране Врачей Около 400 тысяч Человек Я имею Ввиду Месяц Средний Медицина Персонала Учителей В нашей Стране Около Полумиллиона Вы Посмотрите Это Целые Сегменты Большое Количество Людей У которых Резко Поднимется Заработная Плата Вы спросите За счет Чего А за счет Того Что мы Перекрываем Каналы Воровства Порядка 300 Миллиардов Долларов Вольется Бюджет Страны В экономику И эти Деньги Они Сразу Сформируют Рабочие Места Потому что Если Сегодня Вы имели Возможность Потратить 100 тысяч Деньги Завтра Будете Иметь Возможность Потратить 300 400 Деньги Значит Эти Деньги Придут В экономику И бизнесмены Могут Продать Больше Хлеба Больше Одежды Больше Автомашин Значит У них Поднимется Прибыль И они Могут Больше Людей Принимать На работу У которых Соответственно Будет Больше Заработной Плата И потом Что я Хочу Вам Сказать Во всем Мире В частном Секторе Всегда Люди Получают Больше Чем Государственном Секторе Как Правило То есть Если учителя Получает Как Бюджетные Работники Порядка Тысячи Долларов Государственном Секторе То в частном Секторе Учителя Всегда Получает Больше Ну Минимум На Тридцать Сот Процентов Пятьдесят Процентов Ну В частности Чтобы Вы знали Швейцарские Учителя Получает Порядка Десяти тысяч Долларов В месяц Представьте Себе Поэтому Это Все Будет И Конечно Ж Возникает Вопрос Если Все Что я Говорю Правда Это Правда Никто Это Не Смог Опроверг То Почему Вы Не Участвуйте В Изменениях Почему Вы Не Выходите На Митинги Почему Вы Стоите Где-то Теряете Работу На Переквестке Пытаетесь Подработать Почему Вы Получаете Взятку И Трясетесь Со Страх Что Вас Посадят Почему Вы Полицейские Ловите Граждан За то Что они Ошляют Свои Гарантированные Конституции Права А именно Свобода Слова Свобода Выражения Своего мнения Свобода Возможность Выходить На Митинги Почему Работники Экспертных Предприятий Которые Которые Сейчас Получает Например Нефтяники В лучшем Случае В среднем Ну 500 долларов В среднем А в нашем Случае При правительстве Демократического Выбора Казахстана Средняя Зарплата Будет Минимум 1500 То есть Приблизительно По текущему Курсу 600-700 Тысяч Тенге Это Средняя В реальности Миллион И больше Потому что В мире Нефтяники Получают 10 тысяч Долларов В среднем Месяц Это Порядка 4 миллионов Тенге В месяц Опять же Я не говорю Сказки Это Вы можете Зайти Гугл Посмотреть И прочитать Забить Следующую Фразу Средняя Заработная Плата Нефтяника В мире И вы Получите Что Нефтяник Год Получает 150 160 Тысяч Долларов В среднем Более 10 тысяч Долларов В месяц И вы Задаете Вопрос А почему Мы Не получаем Начнете Говорить Ой У нас Нефть То плохое То плохое Неправда Наша Нефть Продается На мировых Рынках По мировым Ценам Себестоимость Нефти Тоже Вы должны Знать Она Ниже Чем Существующие Месторождения В мире Как В Америке Или Норвегии И так далее Значит Основная Прибыль Попадает В карманы Кого Собственников А кто там Собственник В основном На нефтяных Предприятиях Нурсултан Назарбаев На Таких Предприятиях Металлургические Как Арселор Стилер Арселор Митал Тимиртау В Караганде Тимиртау Работники В мире Получают От 3 тысяч Долларов Начиная Наши Получают 100-150 тысяч Тенге Можете Представить Миллион Тенген Стартовая Зарплата А у нас Опытные Работники Получают 100-150 тысяч Тенге Спрашивается Куда Одеваются Деньги Опять Карманы Нурсултан Назарбаев Который Украл Это Предприятие Хочу Сказать Что В нефтегазовом Секторе Сырьевых Предприятиях Которые Добывают Золото Уран Ферросплавы Различные Алюминий Производят И так Далее Суммарно В нашей Стране Работают Около 2 миллионов Человек И вот Средняя Зарплата Этих Людей Будет Минимум Полторы Тысяч Долларов То есть Где-то Порядка 650 тысяч Тенге Вместо нынешних 100-150 тысяч Тенге Спрашивается Работник этих Сырьевых Предприятий Что вы спите Чего вы ждете Почему вы каждый день Ищите денежные Средства Нищенствуете Каждый день Вы в тупике И мы вам Говорим Тупика нет Вот Нужно Выйти на митинг Вот Нужно Объедниться Сотням Тысяч И просто Поменять режим И жизнь Наших Граждан Изменится буквально Через Несколько Месяцев Это Не фантастика Все эти Предприятия Есть сейчас В нашей стране Просто Гигантские Прибыли Уходят В карман Но султан Назарбаев Вот где Зарыта Собака И Он Вечно Находится У власти А что Говорим мы Не будет Второго Назарбаева Никогда Не будет Потому что Будет Парламентская Республика Акимов Будет избирать Народ Депутатов Будет избирать Народ И они В свою очередь Будут назначать Правительство Которое Если плохо Работает Мгновенно Уйдет В отставку Никто Не может Быть устроен На работу Потому что Он друг Брат Знакомый А Во главе Нашей Страны Будут Профессионалы Если Они Соответствуют Этим Задачам Они Профессионалы Они Будут Работать И Не будет Того Что происходит Сейчас Вы Все Недовольны Вы Говорите Взятки У вас Не хватает Денег Медицина Плохая Вы Знаете В нашей Стране Интернет Плохой Вы Знаете Что У вас Не Денег Чтобы Самое Элементарное Приобрести Многие Из вас Говорят О Светлом Будущем Светлое Будущее Это Экономический Достаток Это Свобода Это Отсутствие Полицейского Режима Это Возможность Перемещаться По всему Миру Уверенность В завтрашнем Дне Уверенность В судебной Системе Что Она Справедливая Не Живет На Взятки Уверенность В том Что Полиция Вас Действительно Защищает И Охраняет Уверенность В том Что Вы Действительно Гражданин Этой Страны Что У вас Такие Же Равные Права Как Любого Другого Независимо От Национальности От Вероисповеданий Вообще Ни от чего Независище Вы Просто Живете В этой Стране И Автоматически Государство Обеспечивает Вам Равные Права Что Вы Еще Хотите Раз Бы Вы Не Хотите Такого Общества Или Вы Думаете Что Мухтар Аблязов Придумал Все Это Такие Страны Это Европа Это Америка Это Основная Часть Тех Стран Которые Мы Называем Цивилизованным Миром Это Те Кто Производит Самолеты На которых Мы Летаем Это Те Самые Страны Которые Производят Те Самые Телефоны Которым Вы Пользуетесь Лекарства Автомашины Поезда Одежда Все Лучшее Все Что Производится В мире Производится В этих Странах Я говорю Что мы Должны Присоединиться К этим Странам Стать Такими Жи Как они А что Нужно Сделать Для Этого Нам Для Этого Нужно Просто Поменять Политическую Систему Как Его Поменять Поменять Сидя На кухне Говорить Что у У меня Заработная Плата Маленькая Ныть Говорить Что у У меня Ну посмотрите Беларусы Вышли А что У них Нет Ипотеки Они Живут Беднее Полтора Раза Чем Граждан Казахстана Что Они Разве Не Работают Разве Их Не Увольняют Разве Их Не Бьют Но Они Вышли Вы Видите Первую Неделю Действительно Лукашенко Избивал Людей А Затем Он Говорил Давайте Мы Простим Они Перепугались Потом Женщины Вышли Это Мирные Протесты Которые В любом Случае Завершатся Поражением Лукашенко Если Завтра Эта Власть Будет Применять Силу На Митингах То Это Повторит То Что Произошло В Беларуси Когда Лукашенко Начал Применять Силу Через Короткое Время Народ Обединился И Вы Увидели Сотни Тысяч На Улицах И Они Начали Отвечать Этим ОМОНовцам Теперь Они Бьют Боятся Бить Людей Они Просто Их Стараются Задержать Но Бить Боятся Почему Потому Что Их Фамилии Раскрываются Идентифицируются И им Самим Будет Очень Плохо И Они Все Боятся Даже Свою Инаугурацию Лукашенко Провел Втайне Собрал Своих 2000 Приближенных Ни Телевидение Ни Запад Никто Не Увидел Как же Все Таки Прошла Инаугурация Это Человек Который Говорит Что Его Поддержало 80% Населения Мы Видели Пустынные Улицы А Где Же Эти 80% Которые Его Поддерживали И Он Проиграет Видно Почему Мы Не Можем Сделать То Самое Как Белорусы Эта Власть Должна Знать Если Она Повторит Путь Лукашенко А Именно Будет Применять Репрессии А Сейчас Мы Видим Что Она Избирательные Репрессии Проводит Задерживает Активистов Чтобы Они Не Участвовали На Митингах То Путь Этой Диктатуры Будет Такой Же Как У Лукашенко Неизбежно Что Мы Должны Для Этого Сделать Мы Должны Просто Обедниться И Выйти Я В качестве Примера Хотел Бы Привести Такую Страну Россию Путин Такой Нехороший Крым Отъел Украины Вот Он Войну Устроил Сейчас В Израиле По-моему Около Девяти С половиной Миллиона Человек Живет Но Совсем Недавно Когда Я Анализировал Их Экономику Вооруженные Силы Их Было Всего Шесть С половиной Миллионов Человек Вот Представьте Себе Что Вокруг Израиля Значительное Количество Враждебных Стран С которыми Напряженные Отношения В том числе Египет Ну Все Арабские Страны Включая И Иран Так Вот Рядом Вокруг Израиль Находится Огромное Количество Государств С населением Минимум Полмиллиарда Человек Вот Представьте Себе Что Население Израиля Всего Около Девяти С половиной Миллионов Человек А вокруг Разные Граждебные Государства С Полумиллиардом Населением И Они Ничего Не могут Сделать С этой Маленькой Страной У которой Мощная Армия Сильный Народ Которые Защищают Свою Страну Политическая Система У них Парламентская Нет Президента Который Узурпировал Власть Есть Президент По сути дела Осуществляющий Только представительские Функции Раздающий Ордена Ну Как символ Просто Человек По сути Не имеющий Власти И власть Имеет Только Парламент И правительство Вот представьте Население Всего лишь Менее Десяти миллионов Человек Спокойно Противостоит Полумиллиарду Населения Которое Находится Вокруг Израиля В полном Окружении Почему Потому что Это сильное Государство Сильное Демократическое Государство С мощной Экономикой Мы тоже Можем построить Такую Экономику И Когда мы Построим Такую Сильную Экономику У нас Будет И сильные Вооруженные Силы И мы Можем противостоять Кому угодно Уважаемые Друзья Поэтому Сейчас Все Упирается Именно В это Авторитарные Страны Не могут Быть Во всех Отношениях Сильными Именно Сильными Являются Демократические Страны Сильнейшая Экономика Сильнейшие Вооруженные Силы И Нация Которая Объединена У которой Единые Ценности Мы Тоже Можем И должны Построить Такое Государство Для этого Нужно Сделать Всего Можем Мы Тоже Так Сможем Сделать Не говоря О том Что Последние Два Года У нас Было Немало Митингов В Беларуси Их Не было Вообще Это Достаточно Был Жесткий Режим Он И сейчас Жесткий Ну И почему Мы Не можем Это Сделать Почему Мы Не можем Объедниться Тем более Для этого Нужно Совсем Немного Просто Прийти На Митинг Просто Показать Силу Просто Объедниться И Просто Сменить Режим И построить Парламентское Государство Поэтому Уважаемые Друзья Выбор У нас Есть Мы Знаем Какая Должна Быть Политическая Модель В этом Случае Мы Знаем Что У нас Не будет Диктатора Мы Знаем Что Десятки Миллиардов Долларов Которые Сейчас Ежегодно Крадутся Они Вольются В экономику Нашей Страны И Будет Построено Сильное Будут Точно Жить Чем Богаче Чем Жители Эмирата Дубая Который Имеет Только Небольшой Объем Нефти Море И Пески Все У нас Есть Все Поэтому Если Вы Хотите Изменить Свою Жизнь Если Вы Хотите Быть Уверенными Что Ваши Дети Завтра Будут Жить Достойные Жизни Именно Таком Сильном Государстве Сделайте Шаг Сделайте Свой Вклад Давайте Вместе Построим Такую Страну Я Призываю Вас Завтра 25 Сентября В 19 Часов Прийти На митинги Ваши Городах Места Известны Я уверен Что Шаг За Шагом Мы Сможем В этом Году Добиться Перемен Если Мы Объеднимся Если Мы Прекратим Бояться Если Мы Прекратим Быть Равнодушными Если Мы Прекратим Думать Что Завтра Кто-то Прилетит И Изменит Нашу Жизнь Если Мы Сами Будем Отвечать За Себя И Свою Страну Только Тогда Пойдут Изменения Завтра 25 Сентября 19 Дня Мы Ждем Вас На Митингах Нашей Страны Алга Хазастан Митингах